всем здорово и сука всем здорово ребятки меня зовут павел это третья серия прохождения медиал дайности сегодня нам нужно будет прогуляться по ближайшим деревням я думаю мы вот и здесь вот по этой прогуляемся посмотрим что тут вообще по поселенцам возможно найдем свою первую жену ну так приметим первых работников я думаю да ингвар у нас тут есть фалли мир показалось что он босой интересно у него черевички у меня какие одежду то надо будет обновить но не сегодня сегодня нам нужно еще первые посевы какие-то разметить полям и поставить пару домов так ингвар расскажи-ка мне о своих навыках все считают меня тихим и мягким но напротив я довольно хорошо владеют топором и киркой к их большому удивлению и это наш первый дровосек замечательно до свидания ингвар а что у нас может фалли мир здорово так я знаю как привлечь людей на свою сторону особенно когда у меня есть что-то чего они желают и наша сделка выгодно а так возможно вот это наш будущий продавец 19 лет от родом фалли мир интересные дела до свидания так там нас парень который продает кухонную утварь и всякие такие вещи нет ли тут где-нибудь поблизости какой-нибудь мадам и радигунда ох какие имена она замужем здорово простите но и замужем я слышала что путешественницы которые обычно сидят у костра могут быть заинтересованы в таких как вы ой 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 какие мы важны и ладно хорошо чужой брак мы уважаем пойдем дальше доски и колесо кажется я навещу вас ночью открыто новое обитание зверей ворона где-то ворона я вижу только куриц самка отмечена розовым а самец синим ну плюс минус да по палитре 1100 сушите на гуси то подороже а цыпленок 563 до гуси дороже а вот ты мне удобрение не продаж а ты не только навоз подашь ой а навоз можно использовать для крафта удобрения на верстаке а в сарае ну да сара это нам еще далеко а как нам интересно понять а управление репутация династии 36 населения 1 работники 0 из 0 я уже могу 10 домов построить она лишь лимит чуть-чуть подкрутил дан для удобства потому что впоследствии начиная с мидгейма хочу деревню распылять просто по карте чтобы она была большой большой стадия развития хижина отшельника разбойник разбойник игру работники 0 из 0 а они будут увеличиваться их количество по мере строительства новых домов а сколько мне денег 70 что я могу сделать а я все ветки и камни потратил но ничего страшного так я думаю сейчас его так вот по дороге пойду в сторону нашего милого домика чтобы подформить ресурсов на камушки и веточки по собираю думы на перемотке ну или обрежу это действие потому что просто за этим наблюдать но не так чтобы интересно и как туда придем обязательно включусь слушайте я тут что-то подумал а зачем нам идти сразу к дому если мы можем сделать небольшой крюк пособирать вот камушки и ветки сделать еще ножей и продать их в следующей деревне по моему идея классная пошли так деника налево бараница дальше а это мы где были мы были в борово а деника налево а нам нужно в бараницу пошли в бараницу это вот сюда а вот че и по дороге найдем кенте лиги и что нибудь такое и веточки 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 must have ну ребята если локализация это конечно ложечка дегтя то графика и оптимизация это прямо очень атмосферное здесь прям глаз радуется текстурки все дерево все такое прорисованное объемное листья ветер музыка шикарно и повозка ну-ка ветки собрать что тут есть ветка взять да блин шерстяная ткань отлично хочу все это все просто шерстяная ткань а дубинка железный нож еще один так а как мне теперь назначить по умолчанию железный нож чтобы я деревянный не использовал мой каменный свой не очень хороший инвентарь а сколько у меня каменный нож семь с два процента а я железным ножом больше добываю если да то вот пятерочку назначаем или краденый да вот краденый мы сначала за расходуем опа но выглядит прям как что-то уже такое цивилизованное спрячем нож открыто место обитания зверей гол это вот это голубь классно так поселенец это поселенец нет это не поселенец мадам хенрика 22 года симпатия 0 здравствуй незнакомец я скитаюсь по долине уже некоторое время и все еще еще место где бы поселиться могу и чем-то помочь разумеется сушена первая буква у тебя вы меня это конечно спорный вопрос интересно можно лишь лифт поменять то это если что-то вдруг получится я же запутаюсь романтика вы выглядите очень привлекательно можно спросить у вас кое о чем а я подарок могу и подарить ну наверное надо сначала спросить давай небольшая беседа о чем в последнее время думаете я знаю что это необходимо для нашего выживания однако вырубка лесов и распашка лугов всегда меня огорчают я просто наслаждаюсь долиной такой какая она есть нетронутый и первозданный то есть получается гринпис все дела как ты сегодня весна похоже на пробуждение после крепкого долгого сна но она еще и что-то около романтики да пока вы не вернетесь к работе есть какие-то сложности у меня отсутствует чувство направления моя корзина может быть полна грибов и зелени но в конце концов мне трудно найти дорогу домой и трудолюбивая так а навыки у тебя какие тонкая мастерица также умеет хорошо готовить свою еду ты знаешь что они говорят путь к сердцу другого человека лежит через его же мысли другого человека путь к сердцу мужчины лежит через его желудок локализаторы чем проблема почему надо было называть мужчину другим человеком романтика вы выглядите очень привлекательно можно спросить у вас кое о чем какое ваше любимое время года плюс 5 я считаю что весна самое волшебное время года ну ясно так работа часто может просачиваться нам под кожу чем вы занимаетесь свободное время наш трудолюбивая вроде должно до прокатить не смейтесь надо мной но я всегда любил цыпочек понятия не имею почему мне просто нравится как они две бегают и двигают головами о это вообще наверно не туда не в ту сторону давайте первый вариант выбираем про работу плюс 5 отлично я люблю собирать цветы это позволяет мне расслабиться и соединиться с природой проблема только в том что мне не с кем этого делать хенрика ты что россии мир ты знаешь еще будьте здрасте парень то цветов на собираем хоро так вы выглядите очень привлекательно а тут каждый раз меняются они когда впервые приехал в долину она меня поразила я люблю здесь местную кухню нет не то что привело вас сюда спорный момент а вот вопрос про долину возможно прокатит да еще плюс 5 это определенно прекрасное место для жизни особенно если есть близкий человек с которым можно разделить эту красоту да у хенрики то тоже губа не дура знаете такие намеки неоднозначные сколько раз подряд ее можно вообще спрашивать о чем-то романтичном опять про время года спросить какая ваша самая большая мечта тут он про авантюры третий вариант я всегда рад новым знанием давайте рискнем еще раз про время года спросим на серьезно и она то же самое отвечает ну что хорошо а вот все устала ну собственно тогда и неважно до свидания хенрика у нас в баранице запомним о дарик расскажи мне что у тебя по навыкам слышал что вы укрепляете свою репутацию продолжайте в том же духе я возможно рассмотрю ваше предложение требуемая репутация 50 ай надо квест закрыть чтобы репутация поднялась а я еще и выбрал четвертый пункт мне нужно небольшая беседа расскажи мне о навыках мне не хватает терпения бороться с сорняками но другого способа помочь нашим посевом процветать я не знаю отлично поговорить синий гостом нам надо что тут по продавцам травник это травник ну-ка норберт лет 38 показывай свои товары о как отравленными стрелы могут быть процент отравления 26 это у бронзы до у железа и повреждения больше и процент отравления больше а у меди так вот эта стрела до короче железо как было самым лучшим так и осталось зачем тогда промежуточные варианты так чисто геймплей растянуть бронзовый болт деревянный болт железный болт ну да но надо попробовать отравлять стрелы и болты и так еда у тебя осталось до грибы грибы зелья зелья ох 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 зелье маскировки 120 на готовится на столе травника понятно временно предотвращает враждебность животных 60 секунд зелья насыщения ночного видения отрезвления силы сытости температуры и красавка красавка а это просто рова но на как это черное или это ягоды у нее такие яд готовится на столе травника а вот это видимо для стрел слушай норберт твое ремесло мне интересно а еще не знаешь что интересно сколько я могу сделать каменных ножей чтобы продать их тебе прямо сейчас 18 ножей и доступно новое здание кузница где она где она а вот и она работники производят различные инструменты снаряжение и оружие это то что нам нужно да а вот а мастерская кузница это разные вещи точно как я мог забыть дубина нужна для охоты и боя серпы вот каменный нам понадобится а тут что нет медь только ну как-то скудновато то есть для каждого этапа свое да вот тут в кузнице 3 бронза в кузнице кузнице 2 бронза в кузнице 3 уже железо интересные ребята разработчики с бронзой так не хочется возиться но тем не менее видимо придется или мы можем сразу железо добывать посмотрим будем посмотреть а значит закрываем все это дело продаем продаем а ты что продаешь что за значок козы у тебя ты что анархистка ну-ка показывай товары свои а ну неплохо цена такая же но ножницы уже у нее можно купить или в принципе только нам до овец еще далеко или кого тут еще можно стричь а подожди ешьте ничего не продал забери мне пожалуйста я тут ножей наделал кучу мучу и понял все ножи у меня забирай за 360 а продаю их по 20 о каменный нож так и вот этот тоже можно продать отлично теперь у нас есть 390 монет до свидания мадам идем в древо технологии и я знаете что хочу я прям хочу плетеный забор мне кажется что он будет красиво смотреться а что мы еще можем купить во первых забор сколько стоит 250 а есть что-нибудь из декора ну лежачий пень понятно пара папа папа птичий селок дровяной очаг это все нам пока что не надо плетеная корзинка можно продать для получения прибыли ветка нужна а может быть деревянными флаконами торговать мы же сможем сейчас сделать доски логично короче покупаем рецепт флаконов у нас есть деревянная чаша а в кухне мы купили рецепты для которых только чаша нужно да да поэтому чашу и оставляем тарелка ковш это все нам пока не нужно ох ты нам понадобится ведра прям понадобится нам же нужно будет построить колодец и насколько я понял ведра с водой обеспечивают поселенцам как ни странно воду до покупаем рецепт у нас остается 240 монет на чтобы мы могли бы их спустить эти все инструменты если что мы сможем купить нам нужно выйти в то что мы можем продавать плетеные корзинки пока что не вижу смысла так дровяной очаг пожарьте мясо или рыбу не нужно да кстати тут пока добирался купил рецепт барсучих шкур хранилища ворота ну конечно я хотел купить забор и купил всякой фигни забор не купил так разбираемся с этим дубина забирайте дубину железный нож 188 неплохая цена из одежды так из еды точно ничего продавать не будем железную руда забирай камни точно оставляем мех нет оставим пока себе мех вот шерстяную ткань я бы продал она сейчас не нужно глина глину оставляем у это так мало стоит все но тут наверно надо количеством брать до всей этой кухонной утвари все до свидания алина но нормальное имя хоть не запутаешься а то у некоторых тут язык сломаешь в трех местах так древо технологий деревянный сарай плетень покупаем у нас остается 120 монет ох бы еще бы подфармить на доплетенных ворот близится вечер да уже ночь скоро я думаю мы дойдем знаете куда в браницу мы дойдем там продают продадим еще парочку ножей и вот так вот напрямки к нашему дому рванем так что пока что так где у нас тут указатели а бараница то что это бараница я понял по какой дороге идти вот по этой на если повернуть вот так то можно и напрямки подождите скоро ночь я прав что у вас тут лежит да и не густо ножнички лежат и шерстяная нить а нам нужна льняная нить короче по лесу например еще доски и еще доски и еще доски и еще доски ну ладно пока близится ночь они все расходятся я с удовольствием отойду вот сюда пособираю веточек и с времени уже прошло достаточно ну-ка перепрыгиваем через забор об присаживаемся раз доска два три уже три колесика забираем блин они вот нас так видят интересно или нет нет оп вот тут вот есть льняная нить и какое-то покрывало ну-ка получилось получилось да получается классно теперь мне есть льняная нить чтобы сделать лук ну вот это да вот это ограбление века что еще вам не нужно чего у вас тут в избытке вот я вижу досок слишком много вам столько не надо это однозначно все равно у вас потом переманю и буду вам все дело продавать опа факел сломался так мы здесь лишнее колесо лежит колесо оп вот так вот если сесть меня видно ох что-то он залагал а он вот куда смотрит давай 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 отходи доска раз а меня видно оказывается да и судя по всему нормально ну пострадала наша репутация немножко совсем доски у них по моему еще где-то были но блин они на виду лежат рисковать не будем слишком сильно в минус уходить не хочется давайте-ка поставим костер здесь рядышком совсем костер костры костерок и блин а насколько далеко теперь нужно отходить от деревень чтобы просто поставить костер о достаточно разжигаем ложимся спать они зачем нам тратить время следующего дня если мы ух всего 15 сможем скрафтить так мало камней я набрал и так много веток но ничего страшного пока время идет а мы же можем где-нибудь тут сообразить ко мне еще парочку хотя имеет ли смысл да я думаю да один же нож всего 50 на мой 20 монет дает да такое такое маловато маловато возле вот этого вот что полозе реки о полозе говорю рука фрики ручеек тут же должны быть камушки о и сундук здесь так камень взять сундук открыть бронзовый слиток и 100 монет ну это просто замечательно о чем вокруг есть что-нибудь не особо да я думал муж кирка какая там валяется так нам получается все хватает нам хватает на плетеную калитку надо только насти и найти свой костерок и спатики оп спать ложимся до следующего дня сразу берем деревянный молот разрушить и не оставляем после себя мусора так где вы где вы где вы где вы все продавцы кучу веток надо собирать продаем значит сейчас бронзовые слитки ножи пусть это будет травник где ты где то есть сколько тебе денег показывай 1230 хватает на каменный нож продаем все и бронзовый бронзовый слиток всего 30 он стоит ну ладно тем не менее первые наши деньги вроде как нормально пришли к нам дам древо технологий плетеные ворота покупаем ой каменный вазон красота и польза можно посадить травы у меня хватает да а я могу сделать деревянный не могу да ну пускай будет каменный все погнали в наш дом прям напрямки а на карте он отображается как бы нам так меточку это поставить установить точку маршрута 400 метров погнали это я шел шел короче увлекся так камнями и ветками блин вспомнил про квеста что нам нужно поговорить со старостой ты деревни что даст нам репутацию в теории как я помню и чтобы мы наконец-то смогли нанять первых своих рабочих и пока я шел что-то прокачалась а прокачалась выживание два очка нам можно потратить до 20 процентов медленнее голод и питье да и расход выносливости об отлично так юни гост юни гост где ты есть сдамир или ждамир не знаю так здорово обустраиваюсь да у меня все отлично чудесно рассимерного не вовремя мои обязанности смотрителя ждут меня но я понимаю чё давай квест вручай произошло убийство да ладно я думал такого здесь не бывает он бы юни гост как раз собирается пойти на место преступления и допросить свидетелей и честно говоря не знает чего ожидать но помню дружище все лгут да как-то раз он встретил хромого лекаря который ты говорил ну ясно так шутки в сторону сейчас у россии мира для нас истории никаких нет но думаю что нам стоит встретиться с одним человеком его зовут самбор он был одним из шайки ну хорошо давай прогуляемся до самбора репутация династии плюс 10 да так и управление плюс 10 я же на краже то потратил да по минус 2 по минус 2 и у меня теперь всего 40 это мне придется реально идти до самбора ю ну так деревянное копье только из бревен нож стоит 20 при этом 5 веток 2 камня топор стоит 10 веток 2 камня кирка бревно лопата бревно 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 так а ну-ка создать один топор сейчас к мы сравним что у нас дороже дешевле топоры или кирки о или ножи так нож еще один давай и и и и и разворачиваемся на 180 копа и идем в пивнушку а в пивнушке у нас о прости кубальт судя по всему да показывай товары каменный нож стоит 20 а каменный топор новый 20 ясно понятно делаем ножи до свидания смастерить ножи 30 штук 8 секунд до быстрый крафт здесь реально спасает конечно можно увеличивать теперь в настройках игры количество дней в сезоне о ремесло и еще новое здание так можно увеличивать теперь количество дней в сезоне это конечно круто но тратить это время на то чтобы долго стоять что-то делать пока что не вижу смысла напишите в комментариях если хотеть чтобы отключил я отключу в принципе спешит то некуда навыки ремесло очки навыков которые можно потратить один ой а нам здесь куда нам наверное нам вот в мастерской и кузнице побыстрее бы все делать да а теперь показывай товары и сколько у тебя денег 2000 у тебя денег ну-ка скупай давай ножи теперь у меня 670 670 до свидания заходим в древо технологии и нам открылось что швейная лавка швейная лавка я правильно понял блин это не стрим не пересмотреть швейная лавка да о пару по 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 а где мы будем делать лук а лук у нас делается в кузнице или в охотничьем домике для него нужна льняная нить и бревно бревно вопросов нет когда быть деревьев растет полно а что мы еще тут имеем я бы не хотел покупать вот эти вот опа рюкзаки добавились кошелек добавился за партнежным столом можно носить вместе рюкзаком может использоваться для увеличения вашего переносимого веса но он у меня и так бесконечный так сумка льняная ткань ну льняная нить однозначно нужно для нее нужна стебель на количестве 10 и сумочка кожа и льняная ткань то есть вот эти три рецепта а сколько это все стоит сумка 180 стоит но это она здесь так написано что у нее цена 180 я думаю что при реальной продаже с таким маленьким навыкам что у нас тут вообще в дипломатии то вообще по нулям 96 из 8 уже ничего себе а надо замерить сколько же 100 сколько как прокачивается вообще мы же по-любому на торговлю будем выезжать в основном да так у нас появились в этой серии первые деньги мы их потратили на разные схемы в древе технологий без репутации нам нет смысла возвращаться сторону дома и набирать ресурсы строить еще что-то потому что мы не сможем без репутации пригласить туда первых поселенцев значит нам нужно к самбору чтобы закрыть первый квест но нам же не обязательно делать конкретно этот квест юни гост может быть тут у кого-то что-то еще есть вот там вижу восклицательный знак ну-ка может быть кому-нибудь что-нибудь принести там типа топора или что-то такое блин где это о человек на полях ничего себе вы тут устроили алвин здраво меня зовут россимир я приехал сюда с юга так алвин говорит что он земли пашец его работа возделывать поля и он делает это год за годом ну хорошо что это за алвин что это за алвин вот это конечно перевод короче алвин по-русски чем тебе помочь это может показаться мелочью но очень устал от ссор моей матери с ярогневой ее сын долибор не оставляет мою сестренку ольгу в покое слушай так это ольга твоя сестра с погремушкой я видел какой какой-то малец с мечом обижал ну давай что нужно сделать я так понимаю для него это не просто игра подожди мы об одной ольги говорим вообще в конце концов когда я был в его возрасте я играл с добромирой его старшей сестрой притворялся рыцарем вооруженной палкой вместо меча но все равно мне удалось защищать ее честь ну понятно детские игры ясно в любом случае давайте спустимся на землю я думаю что ему нужно что то что займет его и заставить его держаться подальше от моей сестры но сейчас у него был меч давай не знаю топор ему дадим чтобы деревья рубил да давай я посмотрю что можно сделать выбрать нужно квеста я так понимаю а историю не госта история до броньеги ой я забыл про доставку ржи совсем задание скоро истечет доставить до либор ветка а у меня есть ветка по-любому же был были ветки то у меня а я все почти на крафт потратил но это не страшно до либор малец ну иди сюда счастье ветку дам не он тут это он за вот этот бугай обижает маленькую девочку ольгу которую мы видели в первой серии ничего себе ну давайте ему насыпем всякой мишуры на уши и вручим палку а ну все шикарно репутация плюс 20 надо пойти алвину сказать что я решил его проблему с детскими передрягами да я просто робин губ аллен я решил твою проблему ну-ка что ты мне скажешь да я видел как он бегал по деревне с палкой у вас должен быть удивительный дар убеждения да я такое так ты дал мне идею понятно а и мы в награду получаем лепешку но это хорошо до скорой встречи увидимся следующим летом дипломатия вот это уже то что нам нужно действия дипломатии дают на 5 процентов больше опыта ясно навык дипломат приносит на 20 процентов больше очков репутации династии понятно навык ромео при флирте вы получается получаете на 10 процентов больше очков симпатии но если выбирать из этих трех я думаю что оптимально взять либо первый либо второй скорее даже 2 потому что репутация то нам нужно как ни крути чтобы развивать поселение насколько я понял потолок зданий и и поселенцев зависит именно от репутации и она нам нужна а квестов я так думаю что количество ограниченное давайте вот этот возьмем а у нас всего один печаль беда ой вы эмпатия выявление натуры не игровых персонажей в процессе разговора песни не обязательно будет у них спрашивать что у них по навыкам или что или мне будет очевидно видно очевидно видно да короче а на 10 процентов лучше цены продажи и покупки надо подумать надо подумать за кадром решить но вот это я хочу взять однозначно навыком патия посмотреть а вот это вот бартер тоже нужно так историю алвина мы закрыли еще у нас есть история добраньеги отслеживаем задание новый уровень дипломатия так мы только что же его получили ой а теперь мы можем прям сейчас пойти и нанять первого поселенца а для этого нужно здание построить их не судьба блин ладно я думаю что за кадром уже я дойду до своего дома естественно по пути собирая ветки камни и так далее еще мне есть вам небольшой вопрос если кто-нибудь в курсе вот у нас есть извозчик на и на карте мы строим свое поселение там в процессе как вообще может быть кто-то уже но играл очевидно игре уже несколько лет а и вот эти последние патчи наверняка внесли что-то уникальное новое и в том числе вниз внесли ли в игру возможность дать своему поселению название если да можно ли до своего поселения доехать на извозчике потому что в данный момент только деревни доступны вот если кто-то в курсе пишите в комменты буду рад прочитать ознакомиться ну и третью серию я думаю на сегодня закончим довольно продуктивно пособирали монеток потратили их на схемы познакомились нашими будущими поселенцами наметили себе будущую супругу в принципе продуктивно следующий нужно будет собрать некоторое количество ресурсов построить дома я думаю займемся облагораживанием нашего первого домика может быть его даже перенесем ну и уже будем как-то наполнять новые дома будущими рабочими вот спасибо большое за просмотр подписывайтесь ставьте лайки всем вкусного чая и добра до встречи в следующих сериях